Слушать и исполнять. Послание к евреям, 4 глава, с 1 по 11 стих. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы уверовавшие, так как он сказал. Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь. Не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне. Говорят через Давида после столь долгого времени, как выше сказано. «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус на вин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Размышления, часть первая. Растворенное верою Слово. Послание к евреям, 4 глава, с 1 по 5 стих. На границе обетованной земли, на краю давно ожидаемого благословения покоя земли, которую они могли бы назвать своею, целое поколение израильтян погибло. Почему? Да потому что, даже после того, как они следовали за облаком днем и за столбом огня ночью, они не поверили обетованиям Божьим. Автор послания к евреям продолжает предупреждать читателей о том, как опасно не растворять верою, услышанное Слово Божье, то есть не исполнять его. Он подчеркивает ту истину, что настоящая вера проявляется в послушании. Правильное понимание доктрины бесполезно до тех пор, пока оно не становится живой верою, которая следует за Господом, куда бы он ни повел. А тем, кто живет в вере с послушанием, Бог дает отдых, покой и уверенность. Применение. Как ваша вера в Христа привела вас к жизни послушания? В каких сферах жизни ваши поступки не соответствуют библейской доктрине, которую вы уже знаете? Размышления, часть 2. За кем вы пойдете? Послание к евреям, 4 глава, с 6 по 11 стих. Божий отдых и покой, который он несет в себе, будут даны тем, кто слушает и исполняет его Слово. Цитируя отрывок из Псалма 94, автор послания к евреям подчеркивает, как важно для Божьего народа слышать голос Бога и открывать свои сердца тому, что он скажет. Отсылка к Иисусу Навину и совершенный покой, который давала обетованная земля в конечном итоге, указывает нам на Иисуса Христа. Именно он ведет нас в благословенный покой Шаббата, который Бог обещал много веков назад. И ключ ко входу в этот покой не ходить по стопам тех, кто ожесточил свои сердца в непослушании Богу. Да научимся мы слышать голос Иисуса и всем сердцем следовать за ним. Применение. О чем вы думаете, когда размышляете о совершенном покое, которое Бог обещал вам? Каким образом вы прикладываете все возможные усилия, чтобы войти в этот покой? Молитва. Отец Небесный, я молюсь, как молился однажды юный Самуил. Говори, Господь, слушаю тебя, слуга твой. Открой уши моего сердца, чтобы когда ты ведешь меня путем праведности, я слышал голос Духа твоего. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok